Добрый день, дорогие друзья! Сижу, смеюсь, надеюсь и вам поднять настроение немножечко. Всех поздравляю с субботой, выходные наступили, все собираются пойти, многие собираются пойти погулять, и между тем разоблачения в отношении нашей элитки все нарастают, нарастают и продолжаются, и для этого есть много объяснений. Идет межклановая война, на основании всех вот этих протестов власть вынуждена кем-то жертвовать, уже у одного единоросса внезапно, чистое совпадение, именно во время накала политической обстановки, именно сейчас нашли 38,5 миллиардов рублей, которые надо конфисковать. Это только первая ласточка. Сейчас говорят о том, что дочь Шувалова, которая является балериной, получает 2 миллиарда рублей в год. Это больше, чем глава Газпрома Миллер и Сбербанка Греф. Кто такой Сечин, вы наверняка помните. Это одухотворенное, высоконравственное, интеллектуальное лицо. Нам показали сегодня квартиры даже 20 квадратных метров. Кажется смешным, а люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно. И на рынке есть специальная ниша для такого жилья. А может быть дочка тоже думает, что вот эта зарплата 2 миллиарда, это вполне нормально, что все так получают? Только совсем отмороженный какой-то бомж не может купить себе нормальную квартиру, ну хотя бы с двумя туалетами. Хотя бы из пяти комнат. Это же нужно быть каким-то отбитым, просто не хотеть работать, если ты не можешь позволить себе самых элементарных путешествий в Испанию, на Бали, куда там они еще летают постоянно. Ребят, вот эти люди с золотой ложкой во рту, в чем фишка-то самая главная? Эти люди, которые сейчас получают огромные бабки, а они в будущем, все почему-то оказываются в чиновничьих структурах. В министерствах, в департаментах, в Газпромах, в Роснефте, в Алросах. Эти люди будут пытаться управлять нашей страной. Что из этого выйдет? Но мы отвлеклись. Как следует из материала издания «База», доход за 2018 год. Тогда 20-летней девушке составил больше 2 миллиардов рублей. Такую сумму ей перечислила некая компания КСП «Капитал управления активами», которая занимается инвестициями и управлением различными активами. Компанию КСП «Капитал управления активами» возглавляет Сергей Котляренко, бывший однокурсник Игоря Шувалова. В самой фирме выплату дочери Шувалова отрицают, как и связь Котляренко с активами главы госкорпораций. В одном из своих расследований политик Навальный назвал его номинальным держателем активов Шувалова. Это подтверждает собеседник.ру. Друзья, я прям в сомнении, может быть база ошиблась, может быть семья Шувалова живет очень скромно, и дочке он никаких там миллиардов не выплачивает, они ей вообще не нужны. Они все думают только о Россиюшке, о благе нашей страны. Как и Роман Золотов, сын знаменитого главы Росгвардии, товарища гражданина Золотова, в Росгвардии назвали очередной провокацией сообщения средств массовой информации о владении сыном Золотова дворца в Барвихе. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин опроверг появившуюся в СМИ информацию о продаже элитного дома в Подмосковье сыном главы ведомства Виктора Золотова. По его словам, данная недвижимость не имеет к семье Золотова никакого отношения. Это все вранье, это все происки лживой, подлой, мерзкой оппозиции, запомните. Родственники и близкие директора Росгвардии Виктора Золотова не имеют отношения, запомните, к данной недвижимости и к ее продаже. Как только данная информация появилась в некоторых телеграм-каналах, без особого труда удалось выяснить, кому действительно принадлежит дом, сказал Грибакин. По его словам, владелец недвижимости это частный предприниматель, который не имеет никакого отношения ни к родственникам руководства Росгвардии, ни к самому ведомству. Ребята, один в один, как учит Кремль. Что там Песков про Путина сказал? А при чем здесь вообще Путин? Дворец и Путин, это вообще разные вещи, они никак не связаны. Никак абсолютно не связаны. А вот эти все документы, что лично под подписью Путина, деньги на это строительство выделялись, давайте это проигнорируем, давайте это не заметим. И тут похожая ситуация. Росгвардия, Росгвардия, простите, живет на народные деньги, на бюджетные деньги. И, конечно, у главы Росгвардии, и тем более у его сыночку, и других родственников, не может быть каких-то огромных, шикарных особняков стоимостью полтора миллиарда рублей. То есть полтора миллиарда, ну, черт возьми, больница столько стоит, больницу можно организовать. А вот замечательный арбитр пишет, Росгвардия вписалась за сына своего руководителя Виктора Золотова, Романа Золотова, и сообщает, что у него нет ни гектаров земли в Барвихе, ни дома за полтора миллиарда рублей, ну, 1,6. В ответ заявляют, что есть выписка из ЕГРН и фото особняка, который продан Роману Золотову за ОРОСА Центр. Теперь оно именуется ОРОСА Центр, директором которого является Михаил Горшков. Смотрим на выписку. Компромат групп показывает. Выписка из ЕГРН, земельный участок Одинцовский район, Барвихинский, Барвиха, участок 50А, закрытое общество РОСА Центр. Собственник Золотов Роман Викторович, правообладатель, собственность Золотов Роман Викторович. Кто такой Виктор Золотов? Виктор Золотов. Это, черт возьми, глава Росгвардии. Кто такой Роман Золотов? Это его сыночек. Это, черт возьми, чистая правда. Насколько тупым, отбитым, неадекватным нужно быть, что Песков, что пресс-служба этой Росгвардии. Ребята, вас поймали. Признайтесь. Ну как-то что-то, что-то сделайте. Нет, они все отрицают. Документы же есть, уже все на руках. Что у них в голове происходит? Они совсем отупели от безнаказанности? Или они наркотики все долбят постоянно? Я просто не представляю. Это же элементарщина. Это не какие-то там суперсложные махинации, какие-то там схематозы, проводки, 30 звеньев в цепочке, почки, которую надо разматывать несколько лет. Нет, все на поверхности. Полтора миллиарда стоит особняк, принадлежит он сыну главы Росгвардии. Откуда бабки вопрос? Откуда бабки, черт побери? А это еще интереснее. Что же это за человек-то, который отписал сыну главы Росгвардии такой особняк? Горшков работал в ряде компаний на Андрея Клиновского, сына Тимофея Клиновского, так называемого хозяина Рублевки. На дел в Рублевских угодьях от структур Клиновского получил и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Ребята, это криминальные авторитеты. Сын главы Росгвардии получает огромный особняк от криминальных авторитетов. Красота! Красота! Вот как должны люди простые реагировать? Знаете, я вот завтра пойду на прогулку в центр города, брать интервью, заниматься журналистской деятельностью, выяснять, зачем вообще люди вышли, какие у них настроения. Обязательно буду спрашивать. Как вы думаете, откуда у сына главы Росгвардии особняк за полтора миллиарда? Я бы это, конечно, и у росгвардейцев спросил, боюсь, они не ответят. Буду спрашивать, как вы думаете, а откуда у дочки внешэкономбанка госпожи Шуваловой зарплата 2 миллиарда рублей в год? Вы знаете, вот эта система сама себя разрушает, сама себя хоронит. Золотов, Путин, Песков, Миллер, Сечин, вся эта комарилья на свалку истории отправляется на наших глазах. Не потому что протесты, а потому что они сами, они сами не соответствуют своим должностям от слова совсем. Долго это держалось, долго как-то что-то терпелось. Сейчас понятно, это антинародный режим. Все, что они делают, есть преступления, воровство, коррупция, грабеж. Друзья, здесь должен разбираться, конечно, суд, должно быть следствие, должна подключаться прокуратура, но не та прокуратура, которая участвует во всех этих преступлениях. Будем наблюдать за развитием событий, за развитием ситуаций, но нарушение налицо. И покрывательство нарушений налицо. И отказ разбираться в этом тоже налицо. Ну и напоследок, друзья, насчет анонсированного расследования по очередной дачке Путина. Вот находим Яндекс.Карты, Енисей, совсем недалеко от Красноярска, здесь нет ничего. Если кто-то не смотрел наши предыдущие ролики, то вы знаете, что на гугл-картах почему-то гораздо больше интересного. Есть огромный забор, который построен с нарушениями нашего природоохранного законодательства. Доступ к рекам, к озерам, к прудам должен быть свободен. Ни один забор не может быть построен вплотную к береговой линии. Это нарушение. Земли вплотную к береговой линии не могут быть приватизированы. И оказывается, да, гугл выдает здесь официальный объект, спортивно-оздоровительный комплекс. Это комплекс Роснефти. Вот материал от марта 2018 года. Роснефт строит в Сибири секретную резиденцию под видом спорткомплекса. На левом берегу Енисея, в 50 километрах от Красноярска, дочерняя компания Роснефти в Анкорнефть строит себе спортивно-оздоровительный комплекс, говорится в расследовании журналистов ЦУР. По их данным, проектно-изыскательные работы стоили 322 миллиона рублей. На основную стройку заключили контракт на 84 миллиарда рублей. И прикол в том, что подобные объекты Роснефть анонсируют, открывают с помпой, а этот почему-то замалчивает, скрывает. И к этому, конечно, стоит присмотреться повнимательнее. Друзья, вместе мы сила, прорвемся. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите длинные комментарии. Именно ваша активность это то, что позволяет распространять информацию. Сейчас именно так устроены социальные сети. Если вы проявляете активность, информация расходится, они узнают все больший, максимально широкий круг лиц. Надеюсь на вас. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова